В этом выпуске речь пойдет об очередном видео с убийством Кувалды и об отмене спектаклей с участием Лии Ахиджаковой. Евгений Пригожин в последние месяцы сделал Кувалду одним из самых зловещих символов российской агрессии против Украины. На этой неделе пригожинские пиарщики решили, что показательную казнь Кувалды надо повторить. Связанный с ЧВК Вагнер телеграм-канал Грэйзон опубликовал видео, на котором экзекуции подвергается очередной вагнеровец, побывавший в украинском плену, Дмитрий Якущенко. Он говорит, что его похитили в городе Днепр, ударили по голове, он потерял сознание и очнулся уже в подвале, где ему сказали, что его будут судить. После этого его бьют по голове Кувалдой. Испортить репутацию России это видео уже не может, только укрепить, пишут в соцсетях. Твиттер тетя Роза. Благодаря эволюции люди научились использовать палку для добывания пропитания. Благодаря деградации нелюди научились использовать кувалду для убийства. Твиттер Шолохов-неписатель. На герб путинской России просто обязана быть помещена кувалда. Можно в лапы орлу, там же можно и швабру пристроить. Пропагандист Сергей Марков утверждает, что казни с помощью кувалды от пригожинских палачей требует российский народ. Конечно, такие расправы нарушают принципы правового государства. Но очень поддерживаются населением России, потому что население требует воевать с врагом всерьез. И население России не видит, что правовое государство существует. Поэтому нарушать-то нечего, а надо жестче и по сути. И интересно, что Украина с легкостью передает по обмену России предателей для расправы над ними. Какой смысл тогда предавать Россию, если тебя все равно отдадут в Россию? А как делает Вагнер и Пригожин? Именно так общество требует воевать от армии России. Всерьез. Многие тем временем задаются вопросом, правда ли, говорит Якущенко на видео, и действительно ли его похитили в Днепре. Журналистка Валерия Ратникова на телеканале «Дождь» предполагает, что он мог попасть в Россию по обмену. Как и жертва предыдущей бессудной казни Кувалды Евгений Нужин. Как именно оказался Якущенко в руках Чивака Вагнера, неизвестно. Вероятнее всего, действительно, вследствие обмена, потому что есть прям кадры Минобороны, которые я показывала, где он дает интервью. Действительно, это он и говорит, что он возвращается домой. Также в результате обмена, как рассказывал советник Офиса президента Зеленского Михаил Подоляк, в Россию вернулся и Евгений Нужин, который был убит Чивака Вагнер за предательство, на их взгляд, за переход на сторону врага. Да, вот так ужасно с этим человеком расправились. Я думаю, мы будем следить за судьбой Дмитрия Якущенко. И, конечно, самый главный вопрос, как пленные заключенные могут снова оказываться в России, несмотря на те показания, которые они дают в украинском плену. Такие вопросы звучат во многих комментариях. Олег Мороз. У меня вопрос к украинцам. Если они действительно передают сдавшихся в плен зэков-вагнеровцев по обмену российской стороне, понимая, каким зверским экзекуциям они будут подвергнуты в ЧВК, допустимо ли это? Наверное, оба зэка умоляли украинцев не передавать их России, но их передали. И вот кувалда. Некоторые украинцы отвечают максимально бескомпромиссно. Владимир Шамрай. Хорошие русские кокочут, что еще одного зэка-пленного обменяли, плачут, что он кувалды получит по тыкве. Ну и умничают. Кто же будет сдаваться тогда из зэков? Нам не надо, чтобы зэки сдавались. Нам надо, чтобы зэки не шли в Вагнер. Но есть в Украине и те, кто тоже хочет получить ответы на вопросы об обмене пленными. Например, Алексей Арестович. Он сказал об этом на стриме с Марком Фегиным. Ну, я хотел бы, чтобы правоохранительные органы Украины, возможно, в взаимодействии с правоохранительными и разведывательными органами стран-партнеров, ответили на вопрос, как граждане Украины или пленные попадают в Россию. Пусть дадут реальную информацию. Я, как гражданин Украины, заинтересован. И гражданин планеты Земля заинтересован в выяснении этого вопроса. Еще один вопрос, который возник у многих комментаторов. В чем смысл публикации очередного видеоказни, который вряд ли сподвигнет новых зэков на то, чтобы вступать в ЧВК? Один из возможных ответов предлагает Сергей Бобинец. Уверен, что ЧВК имеют ресурсы на то, чтобы вербовать тех, кто действительно умеет и хочет воевать, зарабатывает и живет этим. ЧВК абсолютно необязательно искать себе ресурсы только среди осужденных. Последние нужны для массовки и боев, там, куда жалко бросать хорошо подготовленных, дорогих бойцов. Сам Пригожин, курсируя между колониями, этого особо не скрывал. Лишний раз теорию подтверждают большие потери и истории о казнях. Так для чего же нужно видео, если оно, скорее всего, уменьшит и без того упавшее количество желающих покидать за стенки исправительных учреждений? Запугать не только тех, кто продолжает воевать, но и рядовых граждан. К тому же такие видео повышают уровень уважения, страха, отвращения перед ЧВК, популяризируют его, делают узнаваемым в стране и мире. Есть и мнение, что пригожинские пиарщики просто вошли во вкус. Такую версию высказывает журналист Илья Рождественский в утреннем шоу с Татьяной Фельгенгауэр на канале Александра Плющева. Мне кажется, что вот это насилие в отношении зэков, завербованных группу Вагнера и сам Евгения Пригожина, они существуют уже немножко в разных плоскостях. То есть Евгений Пригожин может быть и рад бы уже от этого как-то абстрагироваться. Но машина запустилась, группа Вагнера расстреливает, убивает, казнит всеми возможными способами людей, которых она считает дезертирами. Это, наверное, не секрет. Показательные казни происходят достаточно часто. Они не часто попадают на видео, но то, что происходит на фронте, как бы шаг влево, шаг вправо, это буквально расстрел. Ну и это вот существует уже немножко отдельно от Евгения Пригожина. При этом сам Евгений Пригожин, так называемый повар Путина и вот это всё, он, судя по всему, попал в некоторую опалу. Нью-Йорк Таймс на выходных опубликовали текст, в котором цитируют различных околокремлёвских... Ой, я даже не знаю, как назвать этих людей, околокремлёвских, ну, допустим, политтехнологов, которые... Халуёв. Вот, спасибо. Хорошее слово «халуй». Ты сегодня выполняешь функцию вот этого словаря толкового, которая рассказывает, что Евгения Пригожина перестали, вернее, упоминать на государственных телеканалах. Плюс, опять же, те же самые телеканалы, связанные с господином Пригожиным, получили бумажку, в которой написано, как надо освещать события на фронте. И там написано, что группу Вагнера не упоминать. Евгения Пригожина не упоминать. То есть, скорее всего, Евгений Пригожин постепенно проигрывает вот какую-то внутривидовую борьбу вокруг Владимира Путина. У некоторых зрителей со временем возникли предположения, что видео постановочное. И пресс-служба Пригожина поддержала их, выпустив опровержение. Вот что написал о видеосказне сам Евгений Пригожин. Дети развлекаются. Вы думали, что фильм про Якущенко – это односерийная драма о «Зоре здесь тихие», но, думаю, он больше похож на «17 мгновений весны». Знаете, добро всегда победит зло. Очевидно, под добром тут подразумевается кувалда. Вскоре после опровержения тот же телеграм-канал «Грэйзон» опубликовал еще одно видео с живым и здоровым Дмитрием Якущенко, который говорит, что его простили. В ЧВК Вагнер у каждого есть право исправить свою ошибку. Когда я попал в плен, я наговорил много разных х**. И мне до сих пор стыдно. Но это был единственный способ, чтобы выжить. Придя из плена, я принес много ценной информации, которая спасла жизнь многим ребятам. Поэтому я был прощен. За что я очень сильно благодарен. Нельзя исключать возможность, что на самом деле это видео было снято до расправы над Якущенко. Однако сам факт его публикации говорит о том, что Пригожин решил отыграть назад, пишет политолог Аббас Галянов. Это явная попытка ребрендинга. До хозяина Вагнера довели, что он перегнул палку. Режим пытается восстановить видимость законности. Как я и говорил, откровенный беспредел не одобряют ни массовый избиратель, ни элиты. Ощущение ненормальности происходящего лишает Кремль остатков лояльности. Кто-то сумел объяснить это Путину. Теперь еще бы у Медведева доступ к соцсетям отобрали или к алкоголю. Редактор новой газеты Европы Кирилл Мартынов на канале Ходорковский Live говорит, что видео со сценами экстремального насилия должны компенсировать неудачи российской армии в Украине. Когда это происходит в третий, в четвертый раз, мне кажется, это становится уже рутиной. И вот это ультра-насилие, наш заводной апельсин, он становится просто такой повседневностью. И раскачивать кувалду в качестве чего-то страшного становится, мне кажется, все труднее. Но, наверное, других креативных идей у Пригожина или у его каких-то медиасоветников просто нет. Вот они будут теперь нам до бесконечности рассказывать, что кувалда – это какая-то очень страшная вещь. Мне это напоминает, знаете, у них такое соревнование как будто бы с Кадыровым по методам жестокости. Они вроде бы не конкурируют публично, но при этом вот такие практики, связанные с пытками и с применением каких-то насильственных мер, Кадыров, как вы помните, он неделю или две недели назад внезапно начал жаловаться на то, что если чеченские формирования воюют с ВСУ, то оказывается, что вот против шайтанов, как он сказал, мы умели воевать при помощи гранатометов и пулеметов, а войсковые операции проводить не очень умеем. Поэтому мне кажется, что на фоне неспособности российской армии добиться решающего успеха против украинской армии, можно хотя бы им помахать кувалдой в надежде на то, что хотя бы внутри России какие-то безоружные люди будут бояться вот этого ультранасилия. В том, что наемники Пригожина еще могут чего-то добиться на фронте, сомневается Леонид Волков. С октября по февраль мобилизованные проходили подготовку, а воевали в первую очередь вагнеровцы. В этом неоценимая услуга, которую Пригожин оказал Путину и за которую теперь громко требуют награды. Именно так надо интерпретировать публичную активность Пригожина. При этом у Пригожина закончились заключенные из его первой волны, а вторая не набирается. Ни из кого, да и дураков не осталось. Дураки всех под бахмутом ворон кормят. Так что Пригожин напрасно думает, что его усердие будет вознаграждено. Он свою роль сыграл и больше не нужен. Его ждет печальный конец и скоро. С вами Аля Пономарева и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами. Привет. Я журналист радио «Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях. Вы слушаете «Цитата свободы», подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. В соцсетях продолжается кампания в защиту актрисы Лии Ахиджаковой, которую практически отстранили от работы в Театре современник. 8 февраля стало известно, что из репертуара театра убрали последний спектакль с участием Ахиджаковой «Игра в джин». По словам актрисы, художественный руководитель современника Ели Кравец сообщил ей, что вынужден был это сделать, поскольку зрители заваливали театр гневными письмами в ее адрес. Другой спектакль с участием Ахиджаковой «Первый хлеб» сняли еще раньше. Организация «Офицера России» пожаловалась, что ее монолог в этом спектакле якобы оскорбляет ветеранов. Решение руководства театра многие считают возмутительным. Алексей Беляков. Ну ясно, что Ахиджакова давно бесит власть. Она всегда говорит то, что думает. Теперь решили, что хватит. Директор театра объясняет это тем, что идут гневные письма от зрителей. Но это у нас, как всегда, письма трудящихся. Ага. Пошла бы на такой шаг Галина Волчек. Вряд ли. Даже если бы очень давили. Максим Виторган. Обратите внимание, что Ахиджакову запретили, по признанию директора, из-за большого количества писем возмущенных людей. Так ли это или такой эфемизм телефонного права, мы наверняка не знаем. Да это и не важно. Важно, что спектакли сняли не потому, что зритель перестал покупать билеты, а это единственное объективное голосование зрителя. Впрочем, так ведь со всеми. Не только с Ахиджаковой. С абсолютным большинством запрещенных артистов. Многие из них с легкостью и сегодня соберут стадионы и полные залы. И зритель заплатит за это свои деньги. Так что надо бы отменять продажу билетов и переходить к распределительной системе. А то как-то слишком наглядно. Теперь на театр «Современник» посыпались письма с требованием вернуть Лию Ахиджакову. Режиссер Кирилл Серебренников призвал писать письма поддержки и лично актрисе. Виктор Шандерович на канале «Вот так» высказывает уверенность в том, что этих писем намного больше, чем писем так называемых оскорбленных граждан. Вот было бы интересно потребовать у дирекции театра «Современник» показать письма зрителей, которые требовали выгнать Ахиджакова со сцены. Просто показать, кто эти люди, сколько их. Даже не в том случае «кто», а в смысле звания. Не статус, нет, сколько их. Сколько людей в России хотели бы изгнания Ахиджаковой, а сколько людей в России, вот сейчас по инициативе Кирилла Серебренникова, Ксении Рапопорта, сколько людей в России хотели бы, чтобы Ахиджакова играла. Сравнить числительный. И мы увидим, что это сравнение вовсе не в пользу Путина, за которого вроде бы вся страна. Они боятся этих числительных. Поэтому надо не давать себя загонять в это маргинальное самоощущение. Ой, мы хорошие, но нас мало. Ничего нас не мало. Нас миллионы людей. Миллионы людей хотели бы, чтобы сгинули. И люди, которые гонят Ахиджакову, Ахиджакова вернулись на сцену. Миллионы людей хотели бы этого, уверяю вас. Так что надо бы посчитать, кто из нас народ, а кто самозвал. Подобные мысли звучат и в посте политика Дмитрия Гудкова. Надо говорить о норме. Вроде бы все очевидно. Травить нельзя. Зиговать плохо. Преследовать за взгляды недопустимо. Но мы часто молчим об этой очевидности, потому что, ну, все же понятно. А они пользуются молчанием и действуют. Алия Ахиджакова нуждается в этих наших словах. Ее травят. Ее фактически уволили из современника. Разные негодяи внутри и около власти спешат успеть первыми с оскорблениями. То же самое чуть раньше произошло с Дмитрием Назаровым. И происходит со всеми, у кого дегтем на воротах пишут слово и на агент. Люди, кто делают это, не норма. Они искажения, болезнь общества, которая притворяется нормой. Которая хочет убедить нас, что фашизм – это нормально. Что власть в руках военных преступников – огромное счастье для страны. Нет, это самые обычные воры и убийцы. Они стремятся развратить нас, убрать у нас от глаз образцы достойных людей и заменить их своими рожами. Не дождутся. Журналист Евгений Киселев на канале «Игрянул Грэм» говорит, что лично он отныне бойкотировал бы постановки театра «Современник» и других театров, которые молчанием поддерживают репрессии в отношении актеров и режиссеров. Я давно не был в России, но после истории, допустим, с изгнанием Ахиджаковой я бы не пошел уже больше в «Современник». Знаете, вот я не могу в этом случае… Любовь к театру, неважно к какому, да, к российскому, к европейскому, но вот в театр «Современник» я уже не пошел бы после истории ни ногой, не переступил бы порог, пока люди, которые допустили изгнание Ахиджаковой с сцены «Современника», вот не станут прямо, извините меня, в грязь с коленями и не начнут отбивать поклоны земные и просить прощения за то, что они сделали. И я не пойду в Амхат после того, что там творится, там, например, после истории с увольнением Назарова, да. Русский театр скомпрометировал себя сотрудничеством с путинским режимом, на мой взгляд. И в этом смысле тот театр, который там остался и пытается существовать, для меня закончился. Оппозиционный политик Лев Шлозберг тоже уверен, что «Современник» можно закрывать. Лишение Алии Ахиджаковой возможности играть на сцене «Современника», в котором она служит с 1977 года, это самоубийство театра. Деяние постыдное, позорное, гнусное. После таких моральных преступлений театру стоит распуститься, потому как через бездну трусости и предательства к зрителю дороги нет. Какая современная подлость. За здоровье актрисы опасается журналист Кирилл Шулика. Ахиджаковой 84 года, и она жила театром. Ее уже не снимали в кино, думаю, не стоит объяснять почему. А «Современник» был ее домом, больше у нее ничего не было. Теперь не осталось ничего. Поэтому я уверен, что она плачет. Это может во всех смыслах кончиться плохо. И все, в том числе, кто принимал решение, это прекрасно понимают. Вот что на самом деле тревожит очень серьезно. Многие комментаторы критикуют труппу театра «Современник» за то, что она не высказалась в поддержку актрисы. Тех, кто вступился за Ахиджакова в театральном мире, можно пересчитать по пальцам, пишет кинокритик Андрей Плахов. Театральная общественность, как и в случае с увольнением Назарова и его супруги, проглотила язык. Исключение Олег Басилашвили, Оксана Мысина, Ксения Рапопорт, Юлия Аук, Мария Миронова. Журналистка Ксения Ларина на своем канале говорит, что не видят в этом ничего удивительного. Я, честно говоря, не была удивлена молчанием «Современника». Да, и Алена Оберенко позвонила, о чем она сказала. Ну, кто-то еще позвонил из театра. Ну, а так, в основном, конечно, молчат. А молчат не потому, что боятся. Тут такая штука. Они не боятся. Это не история про компромисс. Это история про другую точку зрения. Про совершенно душераздирающую точку зрения. Про так называемую патриотическую. Про так называемую поддержку моей страны. Так они это называют. Которая ведет борьбу с нацизмом. Это случилось не сегодня. А это было давно. Я прекрасно помню, как Путин приезжал туда. Все же забывают, у всех короткая память. Как Путин приезжал на премьеру «Горе от ума» от Уминаса в театр «Современника». Еще, блин, делал замечание, что что-то у нас тут много плачет. Он же все-таки другой. Он как в роли Сталина там же уступал, в роли рецензента. И как его там встречали, чаепитием, и все там стояли, радовались, что вот сам Путин приехал в спектакль смотреть. Так что нет, к сожалению, «Современник» свой выбор сделал давно. Оппозиционный политик Леонид Гозман уверен, что все это выйдет боком тем, кто молчал. Людям свойственно бояться и струсив стараться забыть об этом поступке, занимаясь своим делом, которое важнее. Всем же не поможешь? Чем будет лучше от того, что не только его и ее, но и меня? Противно, но объяснимо. Но как актеры, люди творчества, не понимая, что если и был у них талант, то за это молчание Господь их его лишит. Нельзя сначала совершить подлость, а потом говорить о высоком. Обращение в поддержку Ахиджаковой записала Чулпан Хаматова. Гениальную русскую актрису Лию Ахиджакову оставили без работы в театре «Современник», в котором она проработала больше 45 лет. Этот театр для меня ассоциируется с Лией Ахиджаковой. Лия Ахиджакова была причиной, почему я пришла работать в этот театр, почему я любила театр «Современник». Лия Ахиджакова – олицетворение театра «Современник». Директор испугался каких-то доносов, каких-то гневных писем и просто убрал из репертуара ее спектакль «Игра в джинн». Это один из последних спектаклей Галины Борисовны «Волчек», который она поставила на Лию Ахиджакову и Валентина Гафта. Я лишена дара речи, потому что Ахиджакова – это и есть лучшее, что есть в театре «Современник». И теперь лучшего в этом театре нет. Не знаю, есть ли театр. Некоторые из актеров, поддержавших Лию Ахиджакову, уже расплачиваются за это. 14 февраля в Петербургском театре «Балтийский дом» отменили спектакль с участием Ксении Рапопорт и Алексея Серебрякова за полчаса до начала. Звезду «Иронии судьбы» Барбару Брыльску, которая предложила Ахиджакову покинуть Россию, депутат Ольга Занков предложила убрать из фильма и заменить ее с помощью нейросети на актрису Валентину Талызину, которая озвучивала роль Брыльской. Это предложение вызвало много насмешек. Анатолий Несмеян. Хорошо, что депутаты в курсе существования современных технологий. Мозгов это им не прибавляет, правда. Если культуру запрета распространить на всех нелояльных, то в итоге из всех кинематографических шедевров у нас останутся выступления Путина на согнанных подневольных митингах до бандитский Петербург с деревянным, зато проверенным Певцовым. Хотя, возможно, и там затесалась какая-нибудь вражина. Против инициатив депутата Занко и преследования Лия Хиджаковой выступили даже некоторые патриоты. Например, актер Станислав Садальский написал «Я в списке врагов Украины. Мы с Лией по разные стороны баррикад. Она меня терпеть не может. Но я за нее. И снимать лауреата Госпремии России с ролей в «Современнике» – это нонсенс. Народных любимцев нельзя отменить», пишет и патриот Дмитрий Ольшанский. «Я, ей-богу, не поклонник Земфиры, да и гражданский пафос Хиджаковой был смешон еще в прошлом веке. Но Земфиру и Хиджакову победить нельзя. Они давно и прочно состоялись в том садике, над которым политика власти не имеет, и какими бы противными ни были их частные взгляды, их не надо пытаться запрещать. Это бесполезно, это равно тому, чтобы заведомо расписаться в своем будущем поражении. Их следовало бы просто обтечь, обойти, игнорируя все их дежурное либеральное возмущение. Путь тупого запрета, равнодушного к рангу противника, ведет в никуда. И если мало Маккарти, то поздний Николай I не даст соврать. Все равно все отменят, всех радостно реабилитируют, а нашему брату-патриоту еще придется утомительно объяснять, что он вовсе не за то боролся, чтобы не было фильма «Гараж» и песенок про небо Лондона и «Я убью соседей». Что он хотел чего-то другого. Но глупое государство гонит нас только туда, где мы можем упасть. Писатель Дмитрий Быков на канале Ходорковский Live тоже отмечает, что со стороны государства крайне неумно покушаться на подлинные народные традиции. Вот Ахиджакова, казалось бы, символ уязвимости, полтора метра росту, травестина, актриса, которая всю жизнь играет беспомощную, хрупкую, но триумфальную победительность. Вот есть какие-то вещи в России, которые делать нельзя. Ну, молодежь еще можно призывать, ладно, молодежь сильна, здорова, мы ей завидуем, она будет жить после нас. Стариков нельзя, Россия очень стариковская, страна очень геронтофильская. Та волна солидарности, которая ударила в ответ на увольнение Ахиджаковой из современника, знаете, я с некоторым ужасом думаю, что опять нас спасут наши старики, потому что они носители той правды, которая была в 60-е, они помнят войну, у них, в общем, с представлением о достоинстве лучше обратить внимание, даже не Маляева, которая указала на свои идейные расхождения с Ахиджаковой, воздержалась от прямого высказывания против нее, выскользовалась очень обтекаем, а когда уж они доходят до прямого абсурда, посягая на святое, типа стереть брыльску из иронии судьбы, простите, но брыльска это наша святыня, точно так же, как Салат Оливье и как фильм Ирония Судьбы. Нельзя посягать на ритуалы народа, можно посягать на его веру, там никакой веры особенной нет, но ритуалов не трогайте, поэтому мне кажется, что вот неспособность остановиться в некоторых вещах, атака на стариков и атака на символы, это то, что они сделали напрасно. Но ожидать от нынешнего режима умных и логичных действий тоже напрасное занятие. Большинство провластных комментаторов давно и яростно критикуют Ахиджакову за высказывания в поддержку преследуемых России деятелей оппозиции и против войны в Украине. Теперь они празднуют победу. Егор Холмогоров. Мне стыдно перед Леей Ахиджаковой за то, что ее не уволили еще 10 лет назад, когда она впервые начала за нас стыдиться. Прости нас, Ахиджакова. Все это снова и снова заставляет оппозиционно настроенных комментаторов вспоминать историю Германии конца 30-х годов. Игорь Эйдман. Что происходит в России? Гляйхшальтунг – уравнивание. Термин из истории нацистской Германии, когда все сферы жизни общества были уравнены в рабстве и подлости. В результате политика, юстиция, бизнес, культура, образование, наука, пресса, литература, театр встали как преданные фюреру дисциплинированные солдаты в один ровный, послушный командам строй. Если в нацистской Германии Гляйхшальтунг напоминал построение солдат, то в путинской России он похож на концлагерное построение заключенных. Все сферы жизни стоят в одной шеренге, причем на коленях, а охранники с плетками прохаживаются вдоль ряда склоненных голов. Практически все талантливое, яркое, в культуре и на эстраде под запретом или полузапретом. Оригинальные творцы в основном уехали, остались штампованные попсовики, готовые за деньги обслужить хоть хозяина, хоть кучера, хоть его кобылу. Вот и до театра добрались, выгоняют оттуда при практически полном молчании коллег, последних из тех, кто не хотел шагать строем по команде безумного подполковника. Назарова, Хиджакову, Филипенко. В театре тоже Гляйхшальтунг. Скоро на всех сценах страны новая драма прилепена. Путин – эпичник. Вот так российское государство борется за защиту великой русской культуры. Как в старом советском анекдоте. Войны не будет, но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется. С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Говорю.